Всем здравствуйте! Это видео ни в коем случае не призывает вас к чему-то, не отговаривает. А я собрал себе компьютер на базе AMD Ryzen 1700 Vega. Когда перед покупкой искал в интернете что-то подобное, нигде такого видео почему-то никто не сделал. Поэтому, если кому-то оно поможет, то я буду очень рад. Запускаем NiceHash, RX Vega 64, которая от MSI. Сейчас все закроем, чтобы ничего не мешало. Пишу Radeon Relife. Пока все в стоковом режиме, кроме процессора, который разогнан до 3,5 МГц. На стоковом кулере ведет себя он в принципе очень нормально. Вот моя система, кому надо ставьте паузу, смотрите. То есть пока ничего не разогнано, кроме Proz'а, ни видюха. Вот как купил, так и поставил. Сколько она сейчас? 46 МГц выдает. 2 доллара в текущем курсе. Так, здесь тоже смотрите. Тут смотрите. Кому что надо. А, ну вот единственное еще. Так, просадка. Я добавил вот HBC Memory Sigmund, кому надо, загуглите. То есть к 8 гигам видеопамяти системной я всю, какая есть, выделил. Ей доступно сейчас 15 800. В общем, погуглите, кому интересно. Включил чил. Ну, чистота кадров под монитор, это нам ничего не дает. Чил для игр тоже. Так, здесь 45 пока просадки есть. Вот заметил, когда запускаешь настройки Radeon, почему-то дает просадочку. Видимо, лучше не запускать. Вот у нас сейчас баланс от режима. Получается стоковый. Ну, или который по умолчанию они поставили. Закрыли опять 45. Ну, да, видимо, есть что-то, какая-то нагрузка. Ну, и хер с ним. Ну, пока держится стабильно. 2 доллара 45. Хочу обратить внимание, это она не разогнана. То есть, вот. Работает себе и работает. Если кому интересно, то дальше я ее попробую разгонять, добавить оборотов, убавить, добавить напряжение и так далее. Я уже этим занимался, разгонял ее, но это видео как раз просто про стоковый режим. Всем спасибо за внимание.